В тихом уголке тропического леса, где влажные туманы окутывают деревья, скрывая их от любопытных взглядов, ученым удалось обнаружить нечто невероятное – бабочка, которая, кажется, нарушает привычные законы природы. Эта бабочка, на первый взгляд обычная, оказалась не просто новым видом, но и первым в истории существом с ядовитыми крыльями. Новость об этом быстро облетела весь научный мир, вызывая бурю эмоций и многочисленные вопросы. Как такое возможно, что бабочка – символ хрупкости и красоты – может оказаться опасной? Собранные образцы удивительного существа были доставлены в лабораторию для тщательного изучения. Исследователи обратили внимание на яркие, переливающиеся цвета крыльев, которые, как оказалось, не просто визуально привлекают, но и выделяют токсичные вещества. Этот факт потряс ученых. Возможность наличия в природе такого сложного механизма самообороны у бабочек казалась невероятной. Но, как и многие другие загадки природы, это открытие стало подтверждением – в биологии возможно все. Специалисты начали изучать территорию, где была найдена бабочка, стремясь понять, какие условия могли привести к столь неожиданной эволюции. Лес казался спокойным, но, возможно, именно здесь скрывались тайны, которые предстояло разгадать. Были ли эти бабочки частью некоего неизвестного ранее пищевого цепи, где им приходилось защищаться от врагов? Или же это внезапная мутация, вызванная изменением экосистемы? Ответы на эти вопросы могли бы пролить свет на истинные причины появления ядовитых крыльев. Это открытие заставило ученых пересмотреть свои взгляды на эволюционные процессы и задаться вопросом, как именно такие бабочки могут изменить наше понимание природы. Возможно, разгадка таится глубже, чем кажется на первый взгляд. И следующее, что нам предстоит узнать – это, каким образом ядовитые крылья влияют на биоразнообразие планеты. Ядовитые крылья – эволюция или аномалия? Изучение ядовитых крыльев бабочек открывает целую вселенную загадок. Исследователи, находясь на острие этого открытия, начинают с главного вопроса – является ли появление токсичности эволюцией или аномалией? Первоначальные гипотезы связывают это явление с эволюционным механизмом. В природе мы видим множество примеров, когда животные развивают защитные механизмы, яркие цвета и узоры указывают на опасность и отпугивают хищников. Но бабочка с ядовитыми крыльями – это нечто уникальное. Первый анализ показал, что токсин, выделяемый крыльями, схож с теми, что содержится в некоторых ядовитых растениях. Это наталкивает на мысль о том, что бабочка могла эволюционировать таким образом, чтобы использовать яд растений, на которых она обитает как собственное оружие. Однако остается неясным, какой именно процесс привел к формированию такой стратегии выживания. Были ли условия в их среде настолько опасными, что лишь ядовитые крылья смогли дать им шанс на выживание? С другой стороны, существует версия, что данные изменения – это не результат длительных эволюционных процессов, а аномальная мутация, вызванная изменениями окружающей среды. В современном мире, где влияние человека на природу становится все более заметным, такая мутация могла быть вызвана загрязнением среды, либо другими антропогенными факторами. В связи с этим возникает драматический вопрос – если такие мутации происходят в природе, какие еще неожиданности могут нас ждать впереди? Таким образом, дилемма, эволюция или аномалия остается открытой. Чтобы разгадать ее, ученым предстоит углубиться в генетические анализы и сравнить с другими известными случаями адаптации в животном мире. Что мы узнаем и к каким открытиям приведет этот путь? Вскоре мы попробуем заглянуть еще глубже. Под микроскопом исследуем, какие же секреты скрываются в узорах крыльев этих удивительных бабочек. Эксперты в шоке, как яд может изменить биоразнообразие? Новость о бабочке с ядовитыми крыльями стала настоящим потрясением для научного мира. Эксперты по биоразнообразию оказались в шоке, пытаясь осмыслить, как это открытие может повлиять на существующие экосистемы. Токсичность, столь нехарактерная для этих насекомых, может означать начало новых эволюционных сценариев. Ученые изучают, как этот уникальный механизм самообороны может изменить динамику взаимоотношений между видами. Ядовитая бабочка может заставить пересмотреть роль хищников в экосистеме. Птицы и другие насекомые, прежде питавшиеся бабочками, возможно, начнут избегать их, и это повлечет за собой изменения в цепи питания. Возможность широкого распространения такого явления не на шутку обеспокоила биологов. Если бабочки начнут распространяться за пределы своей естественной среды обитания, это может создать новые угрозы для других видов, которые не готовы к встрече с новыми токсинами. Влияние на биоразнообразие может быть двояким. С одной стороны, бабочки могут уменьшить численность хищников, но с другой, они могут стать более доминирующим видом в своем ареале. Это открытие поставило перед учеными множество вопросов о том, как адаптивные изменения в одном виде могут вызвать цепную реакцию в экосистеме. Как далеко могут зайти такие изменения, и какое значение это может иметь для биоразнообразия в целом. Сложно предсказать все последствия, но очевидно одно – бабочка с ядовитыми крыльями уже нарушила привычные правила. Теперь перед нами стоит задача понять природу этого феномена и оценить его долгосрочные последствия для экосистемы. Ждет ли нас нечто подобное в других уголках планеты? Ответы на эти вопросы предстоит найти в дальнейших исследованиях. Под микроскопом. Что скрывается в узорах крыльев? Изучение узоров крыльев ядовитой бабочки под микроскопом открыло перед учеными новый мир, скрытый от человеческого глаза. На первый взгляд, узоры на крыльях казались стандартными, но при увеличении стали заметны необычные микроструктуры. Сложные геометрические формы, покрытые мельчайшими чешуйками, в точности повторяют природные символы, которые, как оказалось, играют важную роль в защитной стратегии бабочки. Эти узоры не просто красивы, они, как выяснилось, являются частью сложного химического процесса, позволяющего выделять токсин. Каждая чешуйка действует как маленький резервуар, хранящий яд, который при определенных условиях активируется и выделяется наружу, превращая крылья в своего рода оружие самозащиты. Удивительно, но токсин активно воздействует не только на хищников, но и на микроскопические паразиты, которые могли бы навредить бабочке. Анализы показали, что яд содержит компоненты, ранее найденные в ядовитых растениях, что подтвердило гипотезу о возможности заимствования химических веществ из окружающей среды. Ученые предполагают, что бабочка научилась собирать и использовать эти вещества в естественных условиях своего обитания, преобразовав их в собственный защитный механизм. Тонкая настройка этих процессов свидетельствует о высоком уровне адаптации и внушает восхищение. Однако, обнаруженные факты вызывают множество новых вопросов. Как бабочка контролирует выделение яда? И почему этот механизм не активируется случайно, когда в нем нет нужды? Возможно, у этих насекомых есть сложная система сигналов, которая определяет момент активации. И тут на помощь исследователям могут прийти технологии. Сравнение генетического материала бабочки с другими родственными видами могло бы прояснить, какие мутации привели к такому необычному развитию. Эти исследования только начинают раскрываться, и каждое новое открытие ведет к осознанию, насколько мало мы знаем о микромире, окружающем нас. На фоне всех этих тайн ученые задаются вопросом, сколько еще удивительных существ скрыто в природе, ожидающих своего открытия. Природные химеры. Когда природа создает угрозу? Когда природа сама становится угрозой, возникает вопрос о роли природных химер, таких как эта бабочка с ядовитыми крыльями. Подобные существа, искусно скомбинировавшие элементы разных видов, появляются на свет, как будто сама эволюция решила провести эксперимент. Эти химеры зачастую служат напоминанием о том, насколько непредсказуемыми могут быть последствия изменяющейся среды. На протяжении веков химеры фигурировали в мифах и легендах, но теперь они обретают реальное обличие в форме адаптивных животных, способных вызывать хаос в окружающем мире. Ядовитая бабочка не просто эволюционный курьез, это потенциальная угроза для ее естественных врагов. Вспышки агрессии среди птиц из-за их неспособности различить безопасную и опасную бабочку могут привести к разрушению устоявшихся цепей питания, что повлияет на всю экосистему. Безусловно, появление таких существ, как эта бабочка, заставляет ученых еще раз задуматься о феномене природных химер. Как будет развиваться экосистема в ответ на новое опасное существо? Возможно, мы становимся свидетелями начала новой фазы эволюции, где природа слегка теряет контроль и вносит элемент неожиданности в жизнь планеты. Как на это отреагируют другие виды и как будет меняться их поведение? Остается только наблюдать. Теперь ученым предстоит ответить на два критических вопроса. Насколько широко могут распространиться подобные химеры и как мы можем подготовить экосистему к изменяющимся условиям? Задачи впереди не из простых, но для понимания природы это открытие, очередное напоминание о ее безграничной креативности. Тайные механизмы. Как бабочка защищается от врагов. Погружаясь глубже в изучение феноменальной бабочки, ученые начали выявлять механизмы ее защиты от врагов. Ядовитые крылья не просто устрашают, они являются активным средством защиты. При анализе поведения бабочек в естественных условиях было замечено, что при малейшей угрозе они начинают дрожать крыльями, распространяя токсин в окружающую среду. Эта стратегия позволяет бабочке создать защитное облако, которое действенно даже против более крупных хищников. Яд, выделяемый в воздух, вызывает у большинства птиц неприятные ощущения, отталкивая их от источника опасности. Исследования показали, что мелкие земноводные, такие как ящерицы, также стараются избегать этих бабочек, поскольку контакт с токсином может быть смертельным. Несмотря на высокую степень токсичности, бабочка использует его экономно, ограничиваясь только моментами реальной угрозы. Этот тщательно настроенный механизм указывает на сложный эволюционный процесс, позволивший бабочке выживать в агрессивной среде. Еще один интересный аспект – это способность бабочки к самовосстановлению. Обнаружено, что при повреждении крыльев они быстро регенерируют, сохраняя свои ядовитые свойства. Это дает бабочке невероятное преимущество в борьбе за выживание, позволяя ей оставаться опасным противником даже после атак. Этот пример адаптации подчеркивает, насколько тщательно природа может конструировать свои творения для обеспечения их безопасности. Перед исследователями встает задача понять, как далеко может зайти эта адаптация и какие еще секреты скрывает бабочка. Возможно, следующий шаг – это узнать, как такие ядовитые механизмы могут повлиять на другие виды и насколько устойчивыми они окажутся в условиях изменяющегося мира. Эволюция в действии. Уроки от ядовитой бабочки. Эволюционное развитие бабочки с ядовитыми крыльями открывает важные уроки для понимания природы и адаптации. Первое, что замечают исследователи – это исключительное соответствие условий окружающей среды и стратегии выживания. Механизм токсичности не возник спонтанно. Он является результатом тысячелетней адаптации к постоянно изменяющемуся миру. Это показывает, как важны мельчайшие изменения в экосистеме, способные вызвать потрясающие преобразования в поведении и физиологии видов. Бабочка продемонстрировала уникальную способность к симбиозу с окружающей средой, извлекая токсичные компоненты из растений и трансформируя их в оружие против врагов. Это напоминает нам о ключевой роли взаимодействий между видами в формировании их эволюционного пути. Кроме того, этот вид бабочки иллюстрирует, как экстремальные условия и потенциальные риски могут стимулировать невероятные биологические инновации. Ядовитые крылья, которые не только отпугивают хищников, но и дают преимущество в выживаемости, подтверждают, что эволюция всегда ищет пути повышения шансов на выживание. Другой аспект, который стоит отметить – это скорость адаптации. Бабочка в своей способности к быстрой регенерации и восстановлению крыльев показывает, что природа способна к быстрым изменениям. Это гибкое реагирование на угрозы может иметь решающее значение в условиях усиления давления со стороны окружающей среды. Эволюция в действии напоминает нам о том, насколько сложными и многогранными могут быть жизненные стратегии, формирующиеся на протяжении многих поколений. Феномен ядовитой бабочки ставит перед учеными новые вопросы о внутренней структуре эволюции и о том, какие уроки можно извлечь для понимания будущего. Каждое открытие в этой области открывает новую страницу в книге природы, показывая, что эволюция – это непрерывный процесс, где каждый вид стремится к совершенству. Наблюдая за этой бабочкой, мы получаем возможность переосмыслить границы выживания и адаптации, исследуя, какие еще тайны скрывает природа. Последствия в экосистеме – угрозы и спасение. Открытие ядовитой бабочки значительно изменило динамику экосистемы, в которой она обитает. Этот новый элемент вводит серьезные коррективы в устоявшиеся пищевые цепочки и взаимоотношения между видами. Появление токсинов, выделяемых крыльями бабочки, заставило некоторых хищников пересмотреть свои привычки питания. Птицы и другие мелкие звери, восприимчивые к яду, начинают избегать этих бабочек, что, в свою очередь, изменяет их поведение и миграционные пути. Численность этих хищников может сократиться, что, в свою очередь, повлияет на популяции других насекомых и растений, служащих их основной пищей. Разрастание популяции бабочек с ядовитыми крыльями может привести к доминированию этого вида в его экосистеме. Они могут стать ключевым игроком в своем ареале, оказывая давление на другие виды и изменяя их численность. Такие изменения могут стать причиной серьезных сдвигов в биоразнообразии региона. Напротив, бабочки сами могут стать уязвимыми, если их численность выйдет за пределы способности экосистемы поддерживать их популяцию. Однако не все последствия столь негативны. Ядовитая бабочка стимулирует появление новых адаптаций у хищников. Эти изменения могут способствовать повышению общей устойчивости экосистемы. Например, некоторые птицы могли бы развить тактики, позволяющие узнавать и избегать опасных бабочек или даже выработать иммунитет к их токсинам. Такие эволюционные скачки не только обеспечивают выживание видов, но и способствуют увеличению разнообразия защитных механизмов в природе. Понимание этих процессов важно для биологов, которые изучают последствия изменения климата и антропогенного воздействия на природу. Если бабочки смогут распространиться на другие ареалы, их влияние на экосистему станет еще более значительным. Выживание видов, способных использовать токсичные вещества в своих интересах, доказывает, насколько динамичны и гибкие экологические системы. Потенциальная опасность. Может ли человек использовать яд? После изучения ядовитых крыльев ученые начали задумываться о потенциальной опасности, которую может нести этот яд для человека. Интерес к токсинам в природе давно является актуальной темой для исследователей. Яды животных уже широко используются в медицине для создания лекарственных препаратов и лечения болезней. Но наличие токсинов у бабочки вызывает особый интерес. Специалисты начали анализировать возможность извлечения яда для изучения его свойств и потенциального применения в фармакологии. Первые тесты показали, что токсин бабочки отличается от известных ранее ядов, из-за чего его влияние на организм человека пока не изучено. Исследователи работают над тем, чтобы изолировать и изучить его компоненты, сравнивая с другими известными природными ядами. Их интересует вопрос, может ли этот яд стать основой для новых медицинских препаратов, например, для борьбы с инфекциями или в качестве обезболивающего средства. Однако, как всегда, есть другая сторона медали. Возможность использования такого токсина в негативных целях вызывает беспокойство. История знает случаи, когда природные яды использовались в качестве оружия. Появление нового сильнодействующего токсина может привлечь внимание тех, кто захочет использовать его для создания биологического оружия. Это приводит к необходимости тщательно контролировать исследования и их результаты. Несмотря на все риски, ученые продолжают свои эксперименты, надеясь, что уникальные свойства ядовитой бабочки могут привести к новым открытиям в медицине. Но они также подчеркивают важность осторожности в обращении с такими веществами. Открытие ядовитой бабочки – это лишь начало долгого пути, который может привести либо к важным медицинским открытиям, либо к новым вызовам безопасности. Как изменится наша жизнь благодаря этому веществу станет ясно в ближайшем будущем, по мере углубления в изучение этого удивительного явления природы. Будущее насекомых. Новый виток эволюции или временная мутация. Удивительные открытия в мире природы, такие как бабочка с ядовитыми крыльями, заставляют ученых всерьез задуматься о будущем насекомых. Этот уникальный вид предлагает нам заглянуть в возможные пути развития эволюции. Вопрос в том, является ли он предвестником нового этапа эволюции или временной мутации, вызванной изменениями в окружающей среде. Изучая такие организмы, исследователи пытаются определить, как эти бабочки развили ядовитые крылья и каковы их шансы на долгое существование в природных условиях. Замечено, что бабочки способны адаптироваться к различным изменениям в экосистеме, что может быть свидетельством способности этого вида к быстро развивающейся эволюции. Ученые продолжают исследовать генетические данные, чтобы выяснить, какие мутации привели к возникновению этой токсичности. Эти открытия также вызывают вопросы о возможных последствиях для других видов насекомых. Если подобные мутации начнут проявляться в других видах, это может существенно изменить экосистемы, в которых они обитают. Искусственное ускорение эволюции, вызванное рядом внешних факторов, может привести к возникновению новых, ранее невообразимых форм жизни. На данный момент исследования продолжаются. Ученые изучают воздействие этого феноменального вида на окружающую среду и пытаются понять, как его существование повлияет на биоразнообразие в долгосрочной перспективе. Они также обращают внимание на то, как подобные изменения могут сказаться на человеческой деятельности. Открытие этой бабочки становится важным звеном в цепочке научного понимания роли насекомых в экосистемах и выявляет потенциально новые направления для исследований в области эволюции и адаптации.